МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деревня Васьковичи упоминается в истории с 1555 года. Поэтому можно сказать, что деревня Васьковичи уже около 500 лет. Проживают в настоящее время 155 человек в деревне, имеется 65 домовладений. Своя особенность деревни Васьковичи – это то, что здесь проживают замечательные женщины-хозяйки. Когда бы ни зашли к ним, они всегда с открытой душой и сердцем встретят, приютят и, конечно же, накормят тем, что у них имеется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заходьте, гостики, дорогие. Запрошаю вас к себе в хату. О, дякую, заходим. А тепло у вас? Ну, тепло, не тепло, нехай будет тепло. Да живу себе так, ничего, помаленьку. Держусь шесть скотинку, и коровку, и парсючка, и курочки у меня есть. Ну, а вот это, вот аз дымок, кали мне было 18 годов. Похоже. Замуж я не спешила, я вышла 23-м годом. О, нагулялась, нагулялась с хлопцами. А ось, Бог дал мне и долю. Миколу моего, правда, он уже 12 годов спит. А я ось, что живу. Живучая, значит. Значит, вы знаете, что человеку нужно для хорошей жизни? Для хорошей жизни человеку надо меньше расстраиваться, меньше портить свои нервы. Нервные клетки не восстанавливаются. Ой, давайте я вам петухов покажу. Мне их много, наверное, штук чем. Кинула. Следующий же год-год петуха будет. Как вы считаете, год петуха нам всем удачу принесет? Ну, я приносить. Я на уси принохлю. Приношу удачу, если удачно сам живешь. Сам сможешь себе обеспечить, значит, тогда и петух поможет. Встань туда, чтобы борщука изнять. Вот туда, на эту, на лесенку. Что, симпатичный? Солома спрятался. Беренький. Хрюнь! Держи-ка, держи. Встань! Вот так заставляют курсичков сниматься. Хорошо, что меня так не заставляют работать. Ну вот, давайте я вам спею песенку. Ой, хожу я, хожу по вишнюлому саду, Отдала мне мать, а в чужую сторону. Отдала мне мать, а в чужую сторону. А в великую семью, а в великую семью. А в великую семью все вечерить пащело. Ну вот, как у меня семья большая, внуков много детей, трое, правда. Ну, приезжают внуки, все заказывают, баба, ты печку топи, ладить нам, делай блинов. Самая вкусная спеча еда, я так думаю, хотя и деревенская, в городе я не умею жить и не хочу. У меня вот свой дом, правда, муж мой умер семь лет тому назад. Но я уже привыкла, дети меня не кидают. Вот так я уже и живу. Ой, деревня тяжковата, надо хозяин, потому что, ну, я сама люблю и с топором, и косой. Ну, мотыкву, огород сажу, суток десять, картошки тоже. Это много для меня. Дети кричат, здоровья нема, болею. Так на вид вроде здоровая, хорошая, а здоровья нема. Вы красивая. Ай, Слава, спасибо за комплименты. Сейчас свеженьки разогреем. Красиво даже жарится. Я люблю, как оно кипит и шуршит. Человеку надо вкусно есть. Вот это важно в его жизни? Ну, конечно, я думаю. Вкусно будешь есть, будешь себя чувствовать хорошо, наверное, здорово, если употреблять. Ну, умерло, конечно, все надо. У меня внучка говорит, баба, ты уже толстая. Я говорю, не дурить-то головой, а я толстая, я не толстая, нормальная. Ой, завеялась. Я сегодня 7 часов прочистила, но все равно завеяла. Ай, мой дружочек. Ай, мой хороший. Вот, как же он и хороший, какие на меня. О, вот. Ну, что ты. Ну, что ты. Такие красавцы. Вот и не галкаю, гостей любят. Вот, черненький бетушок мой. Вот, если дрова, как своими собственными руками. Все посекла и сложила. Сын у меня уже кричал. Я говорю, все, более не по язудаме, что-то бежалка, бутылку дать хлопцам, чтобы... А я говорю, мне самой нравится. Я люблю физкультурой такой заниматься. И вот так я ищаку. Вот. Вот так. Мне нравится. Ха-ха! Ха-ха, ха! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok